приветствую вас любви свете единого творца на удивление самому себе хочу похвалить михаила финкеля за его замечательный пост сейчас 8 20 утра соответственно он написал его ну еще раньше не знаю во сколько там 7 утра то есть ночью не спал и и написал это этот пост его можно читать буквально и 90 процентов людей поймут это буквально как написано но его знает что михаил умный человек он делает некое такое откровение раскрывает схему для того чтобы люди которые более-менее начинают прозревать поняли чем занимаются священники любых религий давайте сначала прочитаем знаете что такое обмен энергиями нет не знаете я не про огненную любовь и не про высокоинтеллектуальный диспут и не про отчаянный боксерский поединок обмен энергиями это когда богач подъезжает со своим кортежем охраны к синагоге но опять же тут можно написать к церкви к мечети и тут это схема и богач или или просто пришел человек ножками да это тоже можно подставлять любого глупого человека верующего богачу плохо он видел плохой сон ему тревожно он думает что его сглазили он переживает о медленно идущие крупной сделки и о том что его любовницу тошнит и все чаще он думает о нехватке духовного в его жизни и о мечте изучить каббалу ну тоже можно поставить не каббалу а библию или коран значит про любовницу тут в принципе в таком отрицательном аспекте было сказано любовницы но любовница слова любовь поэтому тут тут все нормально если они друг друга любят это хорошо чтобы не было главное чтобы не было этого содомского греха вот это главное при этой демократии где живет михаил и он не спросили а как вот вообще вы относитесь к тому что проводится демонстрация лгбт ну миша сказал политкорректно но мы живем демократической стране но лгбт это содомский грех и равен должен быть против этого любовь чё любовь у всех пророков было сколько же он до 700 ну так что тут и такое можно об этом не говорить ладно идем дальше раввину тоже плохо но опять же раввину папу там ткачева закирной q вот можно подставить священнику тоже плохо он тоже видел плохой сон он переживает спонсоров у него мало а детей много он переживает о деньгах духовного в его жизни слишком много потому что он думает только о деньгах поэтому он думает только не да ну духовного вот моя ремарка что не духовного а слов о духовном текстов из торы много а в духовного нет там нет духовно если разобраться ну ладно не об этом то есть он думает о деньгах священник думает о деньгах согласен и вот они встречаются раввин берет деньгами берет много исключительно на общину исключительно строительство храма исключительно на благотворительность но я так добавляю расширяю исключительно нет не для себя это такой сленг который понимает только инсайдеры кто в теме те понимает что на общину значит свой карман лицо раввина светится счастьем и излучает возвышенную святость лицо папа там как угодно подставить можно богач тоже счастлив он получил утешение его сон и сталкован позитивно для ускорения сделки он получил в подарок крохотный железный медальон внутри которого лежит песок по которому согласно преданию раввина ходил какой-то великий святой но вот этот стек стек значит богачу глупому глупейшему дается какая-то железячка с песочком этот доволен все теперь дела пойдут хорошо теперь на сяну тут запятую я поставил теперь нося этот медальон богач избавиться и после медальона запятой богач избавиться от сил зла раввин согласился изучать ним кабалу по skype а беременность любовницы это испытание и исправление его души богач это осознал и возвышенное просветление озарила все его существо его аура стала небесного цвета а кто сказал праву раввин а почему так сказал когда много денег взял точно такого цвета будет вот вот что такое настоящий обмен энергиями а вы подумали про какой-то иниянь миша молодец молодец ты переходишь на сторону света давай жги дальше я тебя поддерживаю ну и приглашаю на третью нашу встречу я расскажу про настоящего творца расскажу что такое духовность ну если как бы очно не сможешь повторим как это было заочно поставлю твою фоточку и расскажу тебе лекцию про творца ну на этом я покидаю вас любви и свете единого творца